Здравствуйте, дорогие зрители. Меня просят дать характеристику, психологический портрет человеку, обвиняемого в убийстве, который прославился. Но только ленивый не дал эту характеристику. И я предпочитаю не говорить о конкретных людях. И ни к чему это. Давайте о хороших людях говорить. Но пусть мои ролики не наберут много просмотров. Но я за позитив, за радость, за оптимизм. Надежду, я за то, чтобы мы говорили о хорошем. Потому что то, о чем мы думаем, тем мы и живем. То и происходит в нашей жизни. Поэтому думать надо о хорошем. Тем не менее, что касается садистического расстройства личности. Я записал ролик на эту тему. И я там изложил, что свойственно людям с таким расстройством. Что надо знать об этом? Значит, первое. Это садисты хотят причинять боль человеку. Второе. Они хотят контролировать человека. Третье. Как их распознать? Они штрафуют. Постоянно у них есть своя такая система штрафов. Если вы не подчинились, то они штрафуют. За все. Четвертое. Их шутки никто не понимает. И вот так можно распознать садиста. Значит, дальше. Вот это то, что нам надо знать про них. Да. И чувство вины. Садисты – это манипуляторы. Они постоянно манипулируют. Они газлатят. Они внушают вам чувство вины. Это их приемчик такой. И так по-другому они не могут себя вести. То есть, плюс они демонстративно игнорируют все нормы приличий. Ведут себя нагло очень. И так далее. Значит, вот это основное, что надо знать про садистическое расстройство личности. Ну и все, это суть. Теперь давайте я вам расскажу свою правду о том, в каком обществе мы живем. И вот это моя правда. Ничего она не значит. Ничего она не изменит, не поменяет. Просто вот я пришел к такому выводу. Наблюдая, прожив такую уже больше половины жизни своей. Каким я вижу наше общество? Итак, наше общество является садомазохистским. Наше общество состоит из садистов и мазохистов. Единственная система, которая есть, это система власти и подчинения. Никакой демократии не существует. Откуда же ей взяться, этой демократии, если 87% людей это внушаемые люди. А 20% это легко внушаемые люди. Поэтому наше общество находится под сильнейшим гипнозом. Оно находится во внушаемом состоянии и под внушением. Это то, что я вижу. Я в силу своей профессии, практики психологической, в том числе, имею возможность наблюдать и общительности, имею возможность наблюдать и за садистами. Так вот, садист действует следующим образом. Он хочет причинять физическую боль или психологическую боль. И садисты – люди крайне лживые. То есть, все, чем человеком можно оскорбить, унизить, причинить боль, они все это используют. Они используют ложь, обман, клевету, все, что хотите, чтобы причинить человеку боль. Психологическую, эмоциональную. И, конечно же, они мастера манипуляций. Это очень искусные манипуляторы. И все построено, конечно, на внушении, на чувстве вины. Они буквально внушают людям, что другие, что вот эти люди виноваты, все виноваты. Что они плохие, что они плохо себя ведут, они неправильно поступают. И только садист считает себя самым порядочным человеком, самым честным человеком, самым воспитанным человеком, самым приличным человеком, самым скромным человеком. Садист всегда говорит так. Кто не понял, тот дурак. То есть, шутки садистов никто не поймет, поэтому с точки зрения садистов все дураки. Не сам садист дурак, а другие. Садистам очень присуща самоуверенность, поэтому садисты совершают ошибки очень серьезные. И их ждет крах именно из-за самоуверенности. Поэтому садистов нельзя ни в коем случае поддерживать. Садистов нужно игнорировать, они должны быть одинокими. Наше общество выработало такое отношение к садизму с самого детства. Садист был изгоем, он уже себя вел плохо, от него уже все шарахались. И так и должно быть в течение жизни всей. Как только садист находит свою поддерживающую среду, выпускается джин из бутылки. И садист начинает устанавливать свои правила. А это правило, это отсутствие правил. Одно есть правило, это боль. Это причинение максимальной боли человеку. Вот его правило. Все. Ну и, конечно, кто там рядом с садистами? Мазохисты. Мазохисты или люди, скажем так, которые... У которых грязь в душе. Вот глубокая грязь в душе. Которые извлекают выгоду из сотрудничества с садистом. И они всячески его поощряют. И терпят его. Но это будет... Но долго терпеть они не смогут садистам. И в душе накапливаются обиды и так далее. Садистов все равно все бросят. И так не бывает, чтобы... Садист обречен на одиночество. В силу своего расстройства садистического. Потому что, ну, даже мазохисты не могут это долго терпеть. Хотя есть такие мазохисты, которые терпят всю жизнь. Есть вот такое самоуничижительное расстройство личности. Мазохистическое. Вот они терпят, и терпят, и терпят. Но не алчные люди. Вот есть алчность, жадность. Скупердяйство такое, да? Крыстолюбие. Они не могут долго терпеть. Потому что они не желают никому удачи. А желают смерти. И вот этому садисту они втайне желают смерти тоже. Вот поэтому и говорят, лучше б ты пил, да? Потому что, вот, не надо спасать никого. Посмотрите, сколько алкоголиков, да? Но ведь это же вот как раз и люди с таким расстройством часто, садистическим. Потому что воспитывались матерями авторитарными, или отцами авторитарными, или бабушками авторитарными. Вот. И потом они спиваются. Но это садисты. Поэтому они занимаются самоуничтожением. Вот эта природа, по сути, пытается убрать из жизни вот этот садизм. Значит, что дальше? Что дальше? Итак, все построено на внушении. И этим занимаются садисты. Поэтому пропаганда мощнейшая. Когда нам говорят про власть Конституции. Основной закон страны, гарант Конституции. Это все ложь. Это внушение садистов для того, чтобы держать людей в подчинении, в подчиненном состоянии. Им это все внушается. И только молодые люди по наивности своей могут в это верить, как в это верил я. Да, я признаюсь. Я в это верил. Но потом все иллюзии у меня. Я избавился от всех иллюзий. Поэтому вот сейчас у меня занимаются молодые люди, кстати, очень много. Именно молодежи сейчас идет. Молодцы, умнички. Потому что поняли, что жить-то долго, жить-то хочется хорошо, счастливо, быть здоровыми, богатыми, иметь любимое дело, любимого человека, семью и так далее. Наслаждаться жизнью. Поэтому они поняли, что выход только в психотерапии. Многие, кстати, не понимают силы психотерапии. Но вы задумайтесь только, вот какая сила внушения, что люди терпят садистов. Вот это же все построено на силе слова, на внушении. Ведь людям внушается полный бред, полный абсурд. И люди готовы даже расстаться с жизнью своей. Непонятно за что. Представляете, какая сила слова, сила внушения. Так вы думаете, что психотерапия – это не что? Психотерапия творит чудеса. Просто многие находятся под внушением садистов. А вы найдите психолога своего, психотерапевта. И он вам внушит совсем другое. Позитивные ментальные программы. И не просто это будет внушение в виде гипнотерапии. А это осознанность. То, что нам и нужно – это осознанность. Обязательно. Вот то, чем я и занимаюсь – когнитивная психотерапия, гипнотерапия. И вот то, чем я не занимаюсь – это телесно ориентированная терапия. Ну, это массаж, может быть, танцы. Ну, все, что связано с телом. Разве что дыханием. Я обучаю дыханию, как дышать, для того, чтобы избавиться от стресса. Или, наоборот, снять блоки, которые в теле есть. Потому что тело и душа – они едины. Едины. Поэтому хороший массаж – он обладает психотерапевтическим эффектом, между прочим. И жизнь меняется после него. Итак, мы пришли с вами к тому, что общество находится под гипнозом. И вот представьте, кто это? Кто себя навязывает? Себя навязывают только психопаты. И они потом, когда люди, допустим, ну, а как же, чего же они хотят, психопаты? А они хотят всеобщей поддержки. Они хотят всеобщего внимания к себе. И вот выборы, на мой взгляд, моя правда, мое мнение, выборы – это не что иное, как поддержка людьми, находящимися под гипнозом, психопатов. Поэтому никакой… Я не верю, я не верю в свободу. Вот тут один нюанс. Сейчас я вам скажу. Что, если я вам скажу, что вы уже свободны? Вы в это знаете? Вы в это поверите? Нет. Ну, кто-то знает это. Кто-то знает, поэтому верит, да. Кто-то, кто знает. Вот я свободный человек. Я уже свободный. Я всегда был свободным. Поэтому любая концепция нас ограничивает. Что нас ограничивает? Мысли. Мысли нас делают несвободными. Там, где заканчиваются мысли, начинается свобода и любовь. Поэтому, когда вам говорят, что свободу надо защищать, это означает, что вы не свободны. Что вами уже манипулируют. Что свободы не существует. А как вам такой ход в мысли? Вы уже свободны. И все, что вас ограничивает и делает несчастными, больными, это ваши мысли. Ваши ложные убеждения, ваши психотравмы, ваше невежество. Ведь логика – это великая сила. Будда с помощью логики победил страдания. Мы, вот я, занимаясь психотерапией, с помощью логики побеждаю страдания. Так вот. Дело все в том, что люди не являются рациональными, разумными существами. Люди – существа неразумные и иррациональные. Поэтому такую силу имеет внушение. То есть гипноз. И все наше общество находится под этим гипнозом. Поэтому. А что там про гипноз мы знаем? А мы много чего знаем про гипноз интересного. Но я вам скажу так. В гипнозе слова не важны. То есть они важны, конечно, но в то же самое время и не важны. Важно то, что создаются определенные условия. И более важно то, что, еще важнее то, что человек хочет, чтобы его загипнотизировали. Вот это условие успеха. Человек хочет быть загипнотизированным. Он хочет, чтобы ему что-то внушили. В этом вся проблема. Люди хотят обманываться. Люди хотят, чтобы их использовали. Люди хотят быть жертвами. Люди хотят быть обманутыми. Хотят быть убитыми. И так далее. В этом проблема вся. И это называется комплекс жертвы. Люди наши генетические жертвы. И вот как из этого выйти на уровне рода человеческого никак. Невозможно. Но на индивидуальном возможно. И вот я работаю и с мазохистами, и с садистами, между прочим. И вот я придумываю и психотренинги, и, конечно, консультации. Все. Но мы выкарабкиваемся потихоньку из этого болота. Преодолевая комплекс жертвы. Поэтому моя задача помочь жертвам. В первую очередь. И вот, конечно, я очень хочу, очень хочу, чтобы мы все перестали быть генетическими жертвами. И чтобы мы стали счастливыми людьми. И я использую вот свой интеллект, знания, свои когнитивные способности для вот этого. Для того, чтобы помочь человеку перестать быть жертвой. Будь то там семнадцатилетняя девочка или шестидесятилетняя женщина. Не имеет значения возраст. А все жертвы. Все. Поэтому, если мы справимся. Но, смотрите. Вот наше общество садом азахистской. Мы живем в обмане. Мы хотим обманываться. Мы хотим. Мы живем под этим гипнозом. Он же везде и всюду. Везде и всюду. Религия. Это садом азахизм. Я вам рассказывал. Я был в Индии. Я там целый месяц жил. В декабре прошлого года. Вот я там общался очень много. И с броминами в том числе. И вот бромин. И все пытались мной манипулировать бромины. Что-то там за ними повторять. Какая-то карма хорошая. Чтобы было. А потом вот донат делай. Донат размером с месячную зарплату. Там индуса. Вот так вот. Хотите? За пятнадцать минут месячную зарплату. Идите в бромины. Это же очень выгодный бизнес. Но на чем это построен? На чем построен этот бизнес? Он построен на внушении. На гипнозе. Это цыганский гипноз. По сути. И откуда он корнят от цыганского гипноза? От броминов. А бромины это кто такие? Это высшая каста индийского общества. Вот так вот. Рыба гниет с головы, друзья мои. У вас-то какие представления о броминах? Что это люди высокообразованные, порядочные, благородные, честные. Ничего подобного. Все не так. Все не так. Рыба гниет с головы. Чистят ее с хвоста, правда. Поэтому достается тем, кто в хвосте. Обязательно какой-нибудь стрелочника найдут и во всем обвинят. Масс-медиа. Это чистый, чистый воды гипноз внушения. Выключите телевизор. Не смотрите новости. То есть как? Читайте заголовки новостей. Это полезно. Полезно. Читайте заголовки, чтобы быть в курсе того, что происходит. Но недолго. Недолго. Система образования. То же самое. Школа формирует невротиков и марионеток. Опять же это внушение. Опять. Власть авторитета. Вот стукачей воспитывают в школе. И вот взрослые люди. Они не понимают, что они. Какие они. Как они себя ведут. Они считают, что это нормально быть доносчиками, стукачами. Потому что их так научили в школе. Они не умеют решать конфликты методом сотрудничества. Поэтому моральных уродцев в школе формируют. А потом они в жизнь выходят. А жизнь сложная штука. Что еще? Политика. Значит, выборы. Выборы это поддержка для психопатов. То, что им нужно. Для того, чтобы потом они все это общество поставили с ног на голову. И люди будут. Ой. И что же. И пойдут за ними. Потому что они же поддерживают его. Люди не осознают то, что они делают. Они под гипнозом. Как вот, допустим, мошенники. Вот женщина мне тут одна рассказала. Все отдала. Позвонили ей. Мошенники. И она им все отдала. Она отдала все сбережения. Она пошла, взяла кредит в банке. И отдала им деньги. И она уже хотела квартиру продать. Чтобы им отдать. Вот так вот. Но вот что-то ее остановило. Вот так вот работает это внушение. Этот гипноз. Люди отдают огромные деньги. Поэтому надо очень хорошо разбираться в том, что такое манипуляция. Поэтому я с этой целью сделал две рассылки. Первая это 30 антиманипуляционных писем. Они стоят дешево. Вы можете купить и узнать о манипуляции все. Вы можете записаться на консультацию ко мне. Мы с вами все это проработаем. Вы будете защищены. Своими знаниями. Но я подчеркиваю, что мы все в группе риска. На каждого найдется свой обольститель. Или обольстительница. У каждого есть эта струнка. Это неизбывные вещи. Но тем не менее, если вы осознаете. То можно избежать последствий. Тяжелых негативных последствий. Можно избежать. Ну вот женщина одна. Но я ей предложил. Ну вот она тут смотрела ролики. Ну я говорю, ну запишитесь на консультацию. Ну давайте. Но это же недорого стоит. Это каждому по карману. Нет. Вот. Отдала 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей отдала. Другая отдала. Но я не знаю сколько суммы. Она не называла. Но для нее это очень большая сумма. Так что вот это я бы хотел сказать. Поэтому весь наш мир я воспринимаю как садом азахистский. Общество находится под гипнозом. Да. Сейчас вот такие выводы делаем. Подводим как бы итоги. И поэтому садисты процветают. Мазохисты страдают. И все теряют. Люди не защищены. Не могут быть защищены люди, которые находятся под гипнозом. Под внушением. А внушают-то кто? Кто-то должен защищать их. Самое-то смешное. Поэтому вот есть такая поговорка. Овцы боялись волков. Съели их пастухи. Так и происходит. Поэтому давайте опознавать себя. Найдите своего психолога. Пройдите программу. Проработайте все. И вам откроется совсем другой мир. Мир счастья. Уверенности в себе. Благополучия. Любви. Процветания. Спокойствия. И так далее. Вот. А страдаем мы от мыслей наших. Поэтому избавьтесь от мыслей. У меня очень много мыслей. Но они идут потоком. Они не застревают. Поэтому я на них смотрю. Как такой человек. Который сидит у реки. И вот она течет. Эта река. И что-то там на ней такое появляется. И это утекает все. И он ни на чем не фиксируется. Не зацикливается. Вот так же и я. Я не зацикливаюсь на своих мыслях. Поэтому мне легко. Очень легко. Потому что мысли даже негативные приходят и уходят. Я за них не цепляюсь. У меня нет обид. Нет. Я не обижаюсь. Все уроки. Я наоборот очень рад тому, что в моей жизни есть уроки. Потому что самое главное для меня – это учиться и меняться. Это развитие. Это движение. Движение – это жизнь. И не только физическое движение. Речь не только об этом идет. Но и о движении мыслей. Когда они просто вот так вот движутся и не задерживаются. Приходят и уходят и утекают. Поэтому мне легко. Добейтесь этого тоже, чтобы и вам было легко. Так можно жить? Можно жить. Ну вот. Вот про садизм вы узнали мое мнение. И можно ли помочь садистам? Можно. Можно. Первый шаг – это когда человек с садистическим расстройством признает, что у него есть эта проблема. Это очень важно. Очень важно. И вот когда он признает и хочет меняться, он вкладывает в себя деньги, инвестирует в себя. И вот тут можно помочь ему. Потому что он будет осознавать все. Да, первая реакция у него будет агрессивная. Но потом все равно будет оставаться такой. Но со временем этой агрессии будет все меньше и меньше. Вот у меня спрашивают. Чем отличается психопат от здорового человека? Чем отличается? Значит, здоровый человек, он спокойный. Спокойствие. Здоровый человек любит себя. Раз. Психопат беспокойный. Он истероид. Он себя не любит. Второе отличие. Это агрессия. Психопат агрессивен. И у него все виноваты. И у него агрессия направлена на других. Или на самого себя. Аутоагрессия. Когда человек себя наказывает. Когда он курит. Психопаты курят много. Садисты курят. Пьют. Среди садистов много алкоголиков. Все алкоголики практически это такие садисты. Пьяницы. У них есть это садистическое расстройство. В жестокости выросли авторитарные родители. Вот. Значит. Поэтому мы с вами садисты. Да. Так что. Давайте. Мы все-таки. Можно ли помочь. Да. Такому человеку. Значит. Должен признать. И потом. Он тогда будет меняться. Будет меняться. Чем психопат отличается. Да. Агрессией своей. А здоровый человек. У него тоже есть агрессия. Но у здорового агрессия направлена на решение проблемы. На решение проблемы. Вот допустим. Я. Что. Что я делаю. Вот есть. Какая-то проблема. Да. Ситуация. Я это. Лучше назвать это вызов. Да. Потому что у проблемы есть такая коннотация негативная. Лучше сказать вызов есть для меня. Вот. Надо вот. Решить. Какую-то. Ну. Проблему. Ситуацию. И я вот эту агрессию направляю на ее решение. То есть. Я мобилизуюсь. Я действую. И так далее. Вот. Куда. Уходит агрессия здорового человека. Психопат. Он всегда. А психопат будет набрасываться на людей. Обвинять их. Конфликтовать с ними. Осуждать. Да. Унижать. Естественно. И самое главное. Конфликтовать. Вот. Он постоянно в конфликте. С самим собой. И с миром. Вот. Потому что он не знает ничего. Потому что так его воспитали с детства. Что мир это злой. Он не может никому доверять. Проблема психопата. Что он не может доверять миру. Не может. И себе не может доверять. И поэтому что. А если он не умеет доверять никому. Ни себе. Ни другим. Он будет обманывать. И себя. И других. И в конце концов. В конце концов. Он жестоко за это поплатится. Вы знаете что. Что касается манипуляторов. Я могу сказать так. Что те кто манипулируют. Это несчастные люди. И эта манипуляция. В конце концов. Оборачивается против них самих. Это во-первых. То же самое с психопатами. Самоуверенность. Обернется против них. Тот кто обманывает других. Тот сам. Рад обмануться. И этот самообман. Будет очень дорого стоить. Это будет очень жестокий урок. Который психопат не извлечет. Все равно. И он будет наступать на одни и те же грабли. И танцевать на них. Вот так вот. Ну а что это ему дает. Это ему дает сильные негативные эмоции. Вот этот кортизол. Этот адреналин. Эту агрессию. Эту боль. Которую он причиняет. И себе. И другим. Вуаля. Вот все. Замкнутый круг. Порочный круг. Поэтому. Не надо счастья искать с психопатами. Еще раз говорю. Перестаньте их поддерживать. Не ходите на выборы. Не имейте с ними дело. Два. И тем более. Не надо с ними жить вместе. Психопат должен быть одиноким. Одиноким. Так вы себя убережете. Но вот девочки молодые. Да. Они этого не понимают еще. Плюс. Их же так и воспитывали. Что это нормально. Они жертвы. Вот я рассказывал. Видел. Очень. Очень красивая. Девушка. Ну. Просто секси. Ну. Все. Все в ней прекрасно. И парень с ней. И вот он. Он психопат. Вот. Она вся такая. А он прям напряжение. Такое. Такой колкий взгляд. И вот агрессия. Я. Это было вот в этом популярном ресторане. И вот я думаю. Ну что-то должно сейчас произойти. Ну не может. Человек. От которого вот идет такой негатив. А я как эмпат. Я это чувствую. И как интуит. Эмпат. Я чувствую энергетику. Я чувствую. Что меня. Ведь есть вот эти невидимые каналы утечки информации. И я это чувствую. Я прекрасно знаю. Когда меня обманывают. Или вот что-то должно быть. Вот. И что-то должно произойти. И вот. Значит. Думаю. Ну не может. Вот. У него такая подавленная агрессия. Он хочет ее выплеснуть. Честно. На кого-то. Сейчас должен найти себе жертву. Прямо здесь в кафе. И действительно. Вдруг. Начинается ор. В кафе. Полно народу. Он начинает орать на кассира. На паренька. Который там что-то такое. Ну. К чему-то. Нашел к чему придраться. Страшный скандал. Страшный. Все оборачиваются. Его не остановить. Там кортизол зашкаливает. Просто злость такая. И девчонка его. Ей уже. Сначала она там улыбается. Гордится. Этим психопатом. Какой он там. Брутальный. Сильный. А на самом деле. Это самые слабые люди. Потому что их можно вывести из себя. Это не мужское поведение. Мужчина. Мужское поведение. Это забота. И великодушие. Это прощение. Это обязательно спокойствие. Вот отцовское отношение. К женщине. К девушкам. К девочкам. Вот. Это мужское поведение. А там такого нет. И ей уже стыдно становится. И она уже его за руку тащит. Пойдем. Пойдем. Ну что такое. Вот так вот. Но она с ним огребет по полной программе. Он ее доведет до депрессии. А потом она, быть может, увидит этот ролик. И придет ко мне на прием. И вот мы с ней будем решать проблему депрессивного расстройства. Будем исцеляться от депрессии. Но вот так. Вот так это происходит все. Кстати говоря, я могу предсказывать уже какие-то события. И они основаны не на ясновидении. Конечно, нет. Хотя интуитивно иногда мне удавалось что-то предсказывать. Я вам об этом рассказывал. И, видимо, многие обладают даром интуиции. Но вот Ганс Айзинг об этом очень хорошо пишет. Вот это особый, конечно, психолог Айзинг. Ганс Айзинг. Совершенно особый. Он должен был стать физиком. Но он им не стал. Но зато психология приобрела невероятного человека. Вот тесты IQ – это его изобретение. И вот его подход такой фундаментальный. Я бы сказал, естественно, научный в психологии. Очень многое дал. Правда, у него книги вот такие толстые. Но если освоите, это великий ум. Великий психолог просто. Доктор. Просто академик. Вот. И вот Айзинг об этом пишет. О ясновидении. О феномене. Очень интересно. Так вот. Но мои предсказания, они основаны на знаниях психологии. И законы психологии такие же фундаментальные, как и законы физики. Поэтому можно предсказать, что произойдет с человеком, у которого есть те или иные разрушительные мысли. Или в его окружении есть такие люди. Проанализировав убеждения человека, поведение, комплексы, психотравмы и так далее. Поэтому я это могу сделать. И я это предсказываю на 100%. Люди поражаются. Как же так? Действительно. Вот действительно. Поэтому я за то, чтобы знания психологические были доступны. Я, наверное, снял уже в общем и целом 3000 роликов по психологии, по психотерапии. Плюс для спонсоров обучающий контент шикарнейший. Но это надо стать спонсором и получить доступ к видеороликам. Ну, просто шикарно все. Но вот это нас спасет. Знания. Знания. Знания.